Здравствуйте, здравствуйте. Обратился ко мне человек с просьбой приобрести каких-нибудь интересных муравьев. Он хотел колонию побольше. Из всего, что у меня было, мы остановились на моих компонатус компрессус и на отводке салтаторов. А формикарии он решил сделать самостоятельно. Для отправки я сделал вот такой контейнер. Теперь нужно все разобрать и сюда их пересадить. Вытаскиваем заглушки, которые мешают самопроизвольно открываться проходом. Закрываем перегородки, чтобы муравьи больше не могли ходить туда-сюда. Откручиваем болты. И вытаскиваем их. Как по мне, это было проще всего делать на магничной отвертке. Дальше убираем декоративные заглушки и внутреннюю перегородку с трубой. Теперь можно отсоединять арену. Обязательно проходим вверх транспортировочного контейнера антипобегом. Арену я поставил в контейнер большего размера, чем арена. Точно так же смазан антипобегом. Разобрал внутри этого контейнера арену. И начал пересаживать ребят в их новый транспортировочный домик. Дальше повторяем все то же самое, но уже с маленьким модулем. Ну а теперь займемся разборкой самой интересной части. Непосредственно модуля башни. В действительности там нет ничего сложного. Достаточно просто раскрутить все болты. И разбираем с нижней части. Сначала убираем дно, потом все соседние слои. Теперь откручиваем болты сверху и снимаем верхнюю крышку. Все. Стенки спокойно убираются. Их больше ничего не удерживает. Теперь я просто взял гипсовый блок, кисточку и стряхнул их. Ну и точно так же я поступил с теми, кто остался в контейнере. И теперь это все выглядит примерно вот так. Конечно они очень сильно стрессуют. Данная манера пересаживать не считается какой-то хорошей, адекватной или позитивной. Зато она без сомнений самая быстрая. А вот так выглядит соусница с отводком салтатора. Не обращайте внимания на ценник. Это осталось после покупки кондитерских вкусняшек. Запакую их в 4-сантиметровый домик из пенопласта. При этом я хорошенько стяну все скотчем. Максимально уберу все возможные щели. Посылки ехать не очень далеко. Но как потом выяснилось, шла она туда почти 4 дня. Это при условии, что на улице была температура свыше 30 градусов. Я положил в почтовый пакет, потому что у меня их много закупленных заранее. Но отправку осуществлял с деком. Потому что клиенту так было удобней. Ну и конечно же они дошли. Дальше будет видео, что он прислал мне. С его пояснениями, как он сделал домики. И как эти ребятки теперь в этих домиках живут. Довольно интересный вариант формикария. Так что оставайтесь до конца этого видео. Ну а лично я уже с вами прощаюсь. До скорых встреч. Так, это весь мой домик. Вот это две поилочки. Это я купил с наногубкой. А та, которая сладкая, это та, что пришла в контейнере с ними. Вот этой муравьев тоже где-то там заказал на Валберрис. Набор целый, там их пришло до хренища. И вот мне хватило на вот этот, на маленький. И на вот этот большой. Вот эта армия выстроилась. Я им только что налил глюкозу. Как ты говорил, аптечную. Вот я купил. Вот она такая вот. Вот. Значит, здесь вот есть отверстие. Но я вообще думал, вон ту ампулку, пробирочку с наногубкой, ставить вертикально вниз. А внизу ставить блюдечко. Вот такое. Вот. И чтобы наногубка стояла в этом блюдечке. Ну, это ракушка. Из этого. Из ристика стырил. Там какое-то блюдо приносили с кучей от этих вот приколов. Я две из них стырил. Вот. И вон уже толстые жопики понапивались. И куда-то с толстыми жопами убегают. Эти глюкозы нахреначились. Вот. Крышка вот такая. Верхняя часть. Значит, это же аквариум был. И вот это снаружи было обклеено. Я сделал вот так, чтобы у них было снизу вот такое вот помещение. Ну, типа светлое. Вот у них поначалу все яйца были вот тут вот слева внизу и справа внизу. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...